Приветствую всех, дорогие друзья! Вы на канале i2Heart, и сегодняшнее видео будет посвящено популярной теме видеокарт среднего сегмента. Если в самых производительных и дорогих решениях AMD пока не может предложить альтернативу 2080Ti от Nvidia, то в среднем сегменте дела у красных идут гораздо успешнее, удачный запуск 5700XT было сложно пропустить. RX 5500XT должен укрепить положение дел в самой массовой категории рынка, до 250 долларов. А что же RX 580 и RX 590, представляющие самый массовый сегмент видеокарт? Они показывают отличную производительность, но к энергоэффективности есть вопросы. Все же это не изначально спроектированные для этого сегмента решения, а перенесенные в него по маркетинговым соображениям. 5500XT с новой архитектурой RDNA и прогрессивным 7-нанометровым техпроцессом просто обязан дать сопоставимую производительность с меньшими энергозатратами, а в идеале и за меньшую цену. С этим нам сегодня и предстоит разобраться. Вместе с выходом новых видеокарт в продажу состоялся и не менее интересный анонс видеодрайвера – Radeon Software Adrenaline 2020 Edition 1912-2. Помимо привычных обещаний и повышения производительности, в этот раз обновлению и переработке подвергся весь интерфейс, расширена поддержка новых функций и добавлены новые. Например, Radeon Image Sharpening – резкость. Теперь поддерживается и в DirectX 11, появилась настройка интенсивности фильтра. Детальное изучение всех изменений никак не вместится в этот ролик, но самое интересное новшество, пожалуй, не осветить нельзя. Это Radeon Boost – динамически снижающий разрешение рендеринга при быстрых перемещениях мыши. Поддержка этой функции пока ограничена небольшим списком игр, представленным в анонсе. По утверждениям AMD, ухудшение картинки при активации буста обнаружить среднестатистическим глазом невозможно. Borderlands 3 – входят в список поддержки игр и динамичный шутер – идеальный вариант. Работу Radeon Boost помимо изменений в картинке выдают зеленые квадратики в левом верхнем углу. 1 квадрат – 100% разрешение, 4 квадрата – 50%. Промежуточное количество отвечает за 67% и 84% разрешения. И действительно, при ручной активации правый шифт максимального снижения разрешения рендеринга до 50%, наблюдается ожидаемое ухудшение картинки, но и значительный прирост FPS 44 до 65%, то есть практически на 50%. Если ожидать функции работать как задумано, а именно активироваться только при быстром перемещении мыши, то человеческий глаз уже не уловит разницу. Все в духе современных тенденций – добиться незаметного ухудшения картинки для повышения FPS. Переходим к тестам. 8 гигабайт версия 5500 XT будет представлена Radeon RX 5500 XT Gaming X 8G. 4-гиговая версия Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 4G. RX 590 – топовый Sapphire Nitro Plus Radeon RX 590 8G Special Edition. Palit 1650 Super Storm X на 4 гигабайта из ассортимента NVIDIA. Разогнанная версия с повышенным Power Limit до 100 Вт при стоковом в 75. Энергопотребление AMD видеокарт в мониторинге отображается в 10 Вт, NVIDIA в процентах, но так как Power Limit составляет 100 Вт, то и значение процентов в точности соответствует количеству потребляемых Вт. Разрешения выше Full HD даются тестируемым картам с трудом, поэтому все тесты будут в народном разрешении 1080p. Состав тестового стенда для данного тестирования был следующим. Центральный процессор AMD Ryzen 9 3900X. Разгон 6 ядер – 4,5 ГГц. Разгон трёх ядер похуже – 4400 МГц. Разгон трёх самых плохо поддающихся разгону ядер – 4350 МГц. Материнская плата MSI-MAG X570 Godlike. Оперативная память G-Skill Trident Z двумя планками по 8 ГБ частотой 3800 МГц. CL16 с оптимальными таймингами. SSD NVMe Adata XPG-SX8200 Pro на 512 ГБ. Windows 10 Pro со всеми обновлениями. Блок питания – Cooler Master V850 на 850 Вт. Корпус – Thermaltake Core P5. Кстати говоря, если это видео натолкнёт вас на покупку одной из представленных видеокарт, то рекомендуем воспользоваться сервисом SmartySale. Сервис предложит вам получить кэшбэк с большинства интернет-магазинов, а минимальная сумма для снятия практически отсутствует. Это всё удобно и просто, а главное – экономит ваши деньги. Выплаты любым удобным способом, без каких-либо задержек. Для пользователей Mozilla, Opera, Chrome и Яндекс.Браузер доступно расширение. Кэшбэк будет начисляться в валюте покупки. Так что ссылку оставим в описании. Переходите и лишний раз не переплачивайте. Ну а теперь продолжим. Assassin's Creed Odyssey. Высокие настройки качества графики. В путешествиях по античному миру лучше всех выступила 8-гиговая версия 5500 XT. Незначительно отстаёт 4-гигабайтная версия RX 590. 1650 отстаёт от лидера примерно на 10%, что в абсолютном выражении составляет от 4 до 6 кадров в секунду. Assassin's Creed Origin. Высокие настройки качества графики. 1650 Super оказывается лидером. На 3 кадра по среднему значению опережая 5500 XT с 8-ю гигабайтами памяти на борту. 4-гигабайтная 5500 XT немного отстаёт по редким и очень редким событиям, а 0,1% у RX 590 ещё ниже. Он замыкает квартет. Borderlands 3. Средние настройки качества графики. DirectX 12. 1650 Super. DirectX 11. Три карты AMD демонстрируют очень близкую производительность. По результатам RX 590 расположилась между 8-ю и 4-гигабайтной версиями 5500 XT. А 1650 Super по среднему значению кадров в секунду выглядит уверенно, хотя и немного отстаёт. Но редкие и очень редкие события тянут карту на дно таблице. В DirectX 12 результат был бы ещё хуже для карты NVIDIA. Division 2. Высокие настройки качества графики. В лидерах новинки от AMD. Идентичные показатели FPS. Radeon RX 590 немного отстаёт по очень редким событиям. 1650 Super серьёзно проседает в этой игре. Far Cry 5. Настройки качества графики максимум. Обе версии 5500 выступили абсолютно одинаково. В Full HD игре не требуется более 4-х гигабайт памяти. RX 590 и 1650 Super незначительно отстают. Их результаты также одинаковы. Red Dead Redemption 2. Сбалансированный вариант, предложенный игрой. Вулкан. 1650 Super в DirectX 12 показала результаты хуже, чем в Вулкане. RX 590 показывает лучшую производительность. Просматриваются корни популяризатора верховой езды. Лишь на 4 кадра в секунду по 1% меньших отстаёт 5500 на 8 гигабайт. 4-х гигабайт на 5500 отстаёт незначительно. А вот 1650 Super явно тяжело удаются приключения на Диком Западе. Серьёзный спад по редким и очень редким событиям. Shadow of the Tomb Raider. Высокие настройки качества графики DirectX 12. Довольно близкая производительность всех карт. Лидер RX 590. 8-ми гигабайт на 5500 XT незначительно отстаёт. Обе 4-х гигабайтные карты отстали от более оснащённых памятью конкурентов и их производительности почти не отличаются. ПОСЛЕДНЯ ИГРА НА СЕГОДНЯ Это World of Tanks. Ультра настройки. Уровень RT тоже ультра. Очевидно, выставив уровень рейтрейсинга для всех в значение ультра, мы немного переоценили возможности испытуемых. Обе версии 5500 отстали от могучей 1650 Super, а RX 590 чудом удержался на отметке в 60 кадров в среднем. Результат выбивается из общей картины. Танки с лучами явно симпатизируют видеокартам GeForce. Если взять во внимание особенности мониторинга энергопотребления карт AMD, то новинки 5500 XT примерно в паритете с 1650 Super и чаще показывают лучший результат в играх. 8 гигабайт определённо интереснее и перспективнее, но в актуальных для этих карт режимах использования памяти редко перевалят за 4 гигабайта. К тому же настройками можно привести в чувство практически любой игровой проект. AMD давно не выпускала новинок в категории видеокарт до 250 долларов. RX 590 – это отличный продукт, но назвать его новинкой в полной мере нельзя. Radeon RX 5500 XT выглядит многообещающе. Достойный уровень производительности, отличные показатели энергоэффективности, новая архитектура, передовой техпроцесс. Полный набор для хорошего старта. Конечный успех у пользователей будет зависеть от цены видеокарт. Рекомендуемые в России цены на RX 5500 XT довольно высоки. Это 13 тысяч рублей за 4-гигабайтную версию и 15 тысяч рублей за 8-гигабайтную. Что увидит в преддверии новогодних праздников покупатель на ценнике в реальном магазине, это ещё предстоит узнать. Но именно это и определит уровень популярности 7-нм новинок. А на этом на сегодня всё. Всем спасибо, что смотрели данное видео. Надеемся, что тесты были достаточно информативны. Если это так, то не забудьте поддержать канал подпиской и конечно же лайком под видео, а также оставляйте комментарии. И на этом точно всё, всем спасибо и пока-пока.